больше 20 человек на тот момент когда я записываю эту программу уже погибла на рынке в донецке все до единого мирные люди дончане просто кто-то продавал семечки кто-то покупал семечки кто-то вышел погулять воскресный день с детьми прицельно по ним шарахнула та самая украина которая и воюет из-за того что как ей кажется донецк должен принадлежать ей скажите пожалуйста вы слышали в истории человечества вообще случае чтобы шарашили прицельно по своим городам по своим мирным гражданам считая что это их собственные мирные граждане провозглашая это объявляя это как причину войны без какой бы то ни было военной цели и опять конечно начинаются вопросы а что же мы не ответим мы ответим конечно и мы отвечаем и самый главный ответ мы несли два года назад правда когда мы все это начали специальную операцию тоже многие спрашивали зачем зачем потому что отвечать мне вот пишут удивило меня женщины причем пишет вот ваш начальник спросил у военных а дескать что вы скажете про мамочек киевский давайте покажем просто этот эпизод целенаправленный удар по гражданскому населению конечно это терапия по-другому назвать нельзя должны ли мы отвечать таким образом конечно мы можем можем ударить по 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 площадям в киеве и в любом другом городе денис вот там дети гуляют мамочки с колясками я понимаю у меня у самого все кипит я хочу тебя спросить нам нужно так сделать вы вот женщина с претензиями пишет ваш начальник он не думает и вы не думаете о том а жалко ли киевским мамочкам наших погибших я не думаю что всем киевским мамочкам жалко наших погибших я также не думаю что среди киевских мамочек прям таки нет ни одной кому не было бы жалко наших погибших. У меня нет возможности и ни у кого нет возможности не опросить всех киевских мамочек, не залезть в душу этим киевским мамочкам. Ну, есть основания полагать, что там есть и те, кому жалко, и кто тоже считает себя нашим. И если это так, а даже если бы это не было так, вот скажите, пожалуйста, если мы в ответ на удары этих упырей по нашим мамочкам и по нашим бабушкам и по нашим детям, будем шарашить прицельно их мамочек, их бабушек и их детей. В этом наша цель. В этом цель их. Если мы так будем делать, не приведи Господь, это значит, что мы позволяем им добиться одной из своих целей. Изменить наши души. Испортить наши души. Изменить их худшую сторону. Сделать нас, не нами. Лишить нас тех самых ценностей, и того самого духа, и того самого составляющего вообще того, что называется русский мир, за который мы бьемся. Ну зачем же это делать? И зачем же к этому призывать? И я безмерно благодарна нашему главнокомандующему за это видео, которое только что показало. И вообще за то, что он такой. И я уверена, что подавляющее большинство в нашей стране такие. Одно дело уничтожать извергов, одно дело уничтожать армию военных, объекты, группировки целые, инфраструктуру даже, потому что инфраструктура помогает войне. Другое дело прицельно, специально бить по мирным людям. Прекрасно знала Украина, что нет на этом рынке ничего военного. Ничего. Просто так. Так не доставайся ж ты никому. Я хочу прочитать, прошу прощения у вас заранее, я не успела еще выучить стихи, мне их только сегодня прислали. Мы сейчас, вы знаете, да, что у нас выходил летом сборник поэзии фронтовой нашей, СВОшной поэзии русского лета, вот такой сборник. Сейчас мы составляем сборник поэзии русской зимы. Я как и для того сборника, так и для этого лично сама читаю все стихи, которые присылают, отбираю. Те, которые попадут в сборник, я люблю поэзию, неплохо знаю поэзию, мне хочется надеяться, что я в ней благодаря этому разбираюсь, поэтому взяла вот на себя такую ответственность сама отбирать. Вот стихотворение, которое еще не успела выучить, но как оно характеризует. Каин, где брат твой, Авель, а в ответ тишина, стук обветшавших ставень в Киеве Бузина. Где твой братишка, Каин, холод седых полей, ветер несет с окраин вопли промоскалей. Где твой родимый братец, мне уже так поздно спит, в кровопролитной рате братом своим убит, выкорчеван, уничтожен, словно и не семья. Миленький, милый Божий, что ж нарубывший я? В горем пропавший травень Каин придет не рад. Глядь, поднимается Авель, а в руках автомат. Вот мы есть этот Авель. Этот автомат у нас в руках, уж поверьте мне, будет до тех пор, пока они не перестанут представлять для нас угрозу. Пока мы освободим все те территории, где живут люди, которые нам рады, которые, как тем может быть, киевские мамочки, спят и видят, когда мы уже придем, которые прячут где-нибудь, хотя бы даже в своем сердце, флаг России, пока им ниоткуда будет обстреливать наши города, пока не будет погибать вот эта женщина, которая закрыла своим телом двух своих детей. И младшей девочке, восьмимесячной, оторвала ногу, а мать погибла. А старшая, посеченная осколками в больнице, вот такое обращение она записала из больницы. Меня зовут Настя, мне 9 лет. 30 декабря я попала под обстрел. Когда начался обстрел, я увидела, что мама упала и лежала моя сестра в коляске. Меня отвезли в укрытие в гостиницу. Я почувствовала боль в ноге и увидела у себя кровь. После этого меня перебинтовали и увезли в детскую областную больницу на Архиерейской. Сейчас я уже иду на поправку. Каждый день я завтракаю, обедаю и ужинаю. У меня уже настроение улучшается и становится все лучше. Я хочу, чтобы моя сестра уже выздоровела. Она сейчас в Москве. Ей 8 месяцев. Ее зовут Лиза. У нее очень тяжелая рана. Но мама нас защитила. Меня ранило меньше всего. Я просто спасибо вам за вашу поддержку и за то, что вы говорите, чтобы мы выздоравливали, мы поправлялись и у нас было все хорошо. Спасибо. Мы такие люди и стихи эти замечательные, достойные своих предшественников Симонова, Твардовского, Алексея Суркова с его незабвенной землянкой. Достойнейшие стихи они меняют нашу душу и меняют в лучшую сторону. Посмотрите на этого парня, который раненый, раненый, ползет еле живой, еле камеру включает где-то там в холоде, в снегу один и посмотрите, что он читает. Когда-нибудь, когда устанет зло, насиловая тебя едва живую и наисош этого чело Господь сезу вроне дождевую, ты выпрямишь свой перебитый стан, навсечутишься и мессией, засветешь на зависим врагам моя несчастная и великая Россия. Ну раз уж мы заговорили о поэзии и вообще о литературе, есть и плохая новость, она заключается в том, что, знаете, как Цвета писала, по моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед, а пока ее стихи, как она сама писала, лежали в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет. Почему-то стихи фронтовых поэтов никто больше не хочет издавать. Мы их издали на свои деньги, на деньги компании, и, естественно, мы на этом не зарабатываем и не собирались. Мы популяризируем русскую фронтовую новую поэзию, которая спасала жизни великую отечественную. «Жди меня, и я вернусь» великое стихотворение Симонова, которое мы все проходили в школе, если кто-то забыл, обязательно перечитайте. Оно уже жизни спасало. Его солдаты переписывали огрызочками, хранили у сердца у своего. Оно же дух их поддерживало, волю к победе и волю к жизни в том числе. И Симонов получил сталинскую премию, огромные по тем временам деньги, круче, чем сейчас Нобелевская, я имею в виду, по деньгам, в 25 лет. А у нас не обращают на это внимания. Никто не проходит в школе эти стихи. Вместо этого у нас по-прежнему в магазинах продаются, и не только в магазинах продаются, а в библиотеках, оказывается, находятся вот такие вещи, о чем мне написала моя подписчица, привела меня, честно говоря, в шок и трепет. Просто послушайте. В августе в рогацу библиотеки моя 14-летняя дочь взяла почитать книгу письма до полуночи. Начав читать, поняла, что это не просто рассказ о дружбе старшеклассниц Ани и Тани, об однополой любви девочке подростка к подруге. Автор Максим Сонин. Вот так оно выглядит. Небинарная личность. Я до сих пор так и не поняла, что это значит. В моем детстве были только ги-лезбиянки. Сейчас есть небинарные личности. Я имею в виду, из вот таких вот были только два вида. Сейчас их очень много, я в них давно запуталась. Российский писатель слэш-писательница, выпускник, слэш-выпускница университета Хаверфорда, естественно. Кроме пропаганды ЛГБТ, в книге можно нецензурной, много нецензурной лексики, пропаганда суицида, насилия и убийства. Я взрослая женщина, и мне было больно читать, что учитель математики изнасиловал ученицу, из-за чего его девочка потом убила. И все это происходило в Москве. И так далее. Вы мне можете объяснить, как это может существовать в библиотеке на территории Российской Федерации тем более в разгар СВО. А русской поэзии фронтовой в библиотеках на территории Российской Федерации нет. И в школах нет, и в эфирах нет, и нигде нет. И пока этого нет, нечего нам пенять, что появляются вот эти вот отщепенцы, люди без Родины, люди, поддерживающие тех, кто хочет развалить нашу Родину. Они не просто появляются. Я была поражена. История недавняя в Башкирии, да, там хорошо уже арестовали, уже посадили. Но до этого несколько лет он замечательно работал, работал. Вот этого парня, я даже не хочу вспоминать его имя и фамилию, не хочу пропагандировать. Фотку только покажу. Он на чем поднялся, как они все делают по всем методичкам, на зеленой теме. Мы защищаем там какие-то луга, поля, горы, сопки, холмы, защищаем, защищаем, а потом мягко мы переходим к тому, что я прочитала его тексты «Волосы дыбом». Ну ладно, еще черные чурки должны отправляться к себе домой, пишет этот человек из Башкирии. Он еще пишет, а русские отправятся к себе в Рязань, а это наша земля, тут. А русские в Рязань к себе, у русских земля только там, только Рязань. Все. Понимаете, годами он это пропагандировал, годами. Только что его арестовали и посадили. А потрясло меня что? Потрясло меня то, что в списке его поддержавших, ладно там Навальный и вся эта Шушера, Ройзман и так далее, любимчик мой Максим Галкин. Максим Галкин, которого оштрафовали на 2,5 миллиона в Дубае за его отношение к России. А в России за его отношение к России и поддержку националистов на западные деньги, пытающихся расчленить нашу страну и устроить в ней гражданскую войну. И вся эта вот сволота, которая составляла ту организацию, лидер которой сейчас арестован, она ездила в Польшу, принимала участие в форумах на тему того, как они разрежут по косточкам, расчленят и зашьют, видимо, в мешочки, как это делают маньяки, нашу с вами Родину. А Максим Галкин это поддерживает. Ему не штрафуем его даже на две тысячи рублей. Наверное, в Дубае нашу Родину любят больше, чем те люди, которые, ну, вроде бы, должны принимать такие решения у нас с вами на нашей Родине. Удивляться не нужно. Я буду об этом говорить, горевать и приводить примеры, пока великая, новая русская фронтовая поэзия не окажется в каждой библиотеке, в каждой школе и в обязательной школьной программе. Будьте здоровы! Спасибо вам, спасибо всем нам за то, что помогли очередным нашим бойцам, выполнили их заявку. Вот, что из этого вышло в этот раз с последним сбором. Посмотрите, порадуйтесь. Парни, как дела? Сдали вас давно! Так, ребят, смотрите, принимайте, значит, беспилотник, как заказывали, 3Т, 3Т, ну и штука, которая будет бороться с русскими беспилотниками. Вот это да! Антидроновое ружье. Это спасет многим жизнь, очень поможет батальону. Большое спасибо всей команде Russia Today, ее подписчикам. Выражаем свою благодарность Маргарите Симонян команде RT, подписчикам канала Russia Today. Маргарита Симонян, огромное спасибо вам за Мавика. Он поможет нам в работе, спасет очень много жизней, поможет пройти пехоте, там, где нельзя пройти разведки. Это очень нужная вещь на линии фронта. Всех благодарим от имени 200-й отдельной мотострелковой бригады, от экипажа, от всех танкистов нашей 20-й, 20-й дивизии, 255-го. Хотим передать привет, выразить огромную благодарность, да просто сказать спасибо Маргарите Симоновне, вашему коллективу, вашим подписчикам, за вашу работу, которую вы делаете. Огромное спасибо. Мы не подведем, и все будет хорошо. От батареи управления артиллерийской разведки огромное спасибо за поддержку подписчикам канала Арти. Отдельное спасибо Маргарите Симонян за оказанную помощь. Подразделение 70-го полка выражает огромную благодарность Маргарите Симонян и ее группе за оказанную ей гуманитарную поддержку. Большое спасибо Богдану из Москвы за переданные нам в спальнике. Константин Макаров, спасибо за носки. Все вовремя очень важно, очень нужно, и вот эта помощь, она вот, ну, бесценна. Я вам рассказывала уже не раз, что поступают к нам заявки с фронта, и мы делаем как? Мы все это находим, понимаем стоимость, половину оплачиваем из тиграном, оставшуюся половину я прошу оплатить вас. Еще раз, я обращаюсь только к обеспеченным людям, только. Среди моих подписчиков много пенсионеров, много там учителей, врачей, людей не самых богатых, но много и очень богатых, обеспеченных людей. Пожалуйста, раскошелимся, все вместе поможем нашему общему фронту. Еще раз напоминаю, что если вы видите где-то просьбы такие, не на моих официальных каналах, помеченных галочками, даже с моей фотографией, то это мошенники. Не ведите столько официальной каналы, вот мое лицо и все. Следующий сбор, заявки продолжают пребывать. Бойцам 49-й армии, которые работают на самом напряженном участке Херсонской области, и бойцам 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота на Артемовском направлении. Надо купить три квадрокоптера, один Мавик без тепловизора, три с тепловизором, в общем, там целый список. Ну, так же делаем. Здесь сколько, сколько ребята наших посчитали? Два миллиона шестьдесят пять тысяч. Давайте, миллион шестьдесят пять тысяч. Мы с Теграном плачем миллион. Давайте заберем, богатые люди. Якова. В конце, как обычно, вопрос. Один из тех вопросов, которые я сдаю в своем телеграм-канале Маргарита Симоняна «Литература и история». Кто еще не подписан, подписывайтесь. К тому же, скоро там будет сюрприз. Я закончила роман, который я писала довольно давно, и буду с вами беседовать на эту тему. Так вот вопрос. Напоминаю, что первый ответивший получает книжку сборника моих рассказов «Водоворот» с автографом. Когда Сталин велел руководителям соцстран потратить значительные средства на свое вооружение, болгарский коллега с завистью сказал венгерскому «Везет вам. У вас нет чего».